Всем здравствуйте! Ну, собственно, время уже, когда можно начинать. Прошу из тех, кто уже подключился к нашему мероприятию, каким-то образом символизируя, что слышно, видно. Вижу первый плюс. Давайте еще хотя бы второй. Отлично, вижу второй. Отлично, вижу. Смотрите, меня зовут Артем Долгих. Я являюсь директором по развитию бизнеса компании Axelot. Я буду сегодня единственным ведущим нашего мероприятия, посвященному автоматизации склада для студентов и преподавателей. Мы так назвали это мероприятие. Речь, конечно же, пойдет о том, как программные продукты, которые разрабатывает и опускает наша компания, могут быть полезны не только клиентам, не только в B2B-секторе, но могут быть полезны тем людям, которые с этим программным продуктом работают, а в первую очередь студентам. Студентам высших и средних учебных заведений, которые в рамках своей подготовки к большому трудовому пути могут приобрести действительно важные, действительно полезные компетенции для своей будущей профессиональной трудовой деятельности. Вернулся, вижу, вернулся. Я как раз начал говорить о том, что наше сегодняшнее мероприятие мы постараемся поместить в полчаса. За 20 минут я там раскрою основную тему и 10 минут посвятим вопросам и ответам, если такие, собственно говоря, возникнут. Немного о компании. Для тех, кто там услышал и узнал о нас в первый раз, мы на рынке работаем уже 24 года. Наши ключевые компетенции связаны с автоматизацией логистических процессов и в первую очередь мы концентрируемся на системах, на разработке и внедрении систем связанных с автоматизацией складской деятельности и связанных с автоматизацией управления транспортом и грузоперевозкой. В компании уже больше 300 человек. У нас есть офис в четырех городах. Мы делаем больше, чем 100 проектов в год. Это, что является, наверное, самым главным подтверждением того, что наши программные продукты востребованы и решают эти самые актуальные задачи. Мы делаем проект не только в нашей стране. Системы запущены в 16 странах. Это и страны ближнего зарубежного, и страны Европы. Даже есть несколько инсталляций в Китае. Мы разработали несколько поколений систем по автоматизации склада и управления транспортом и грузоперевозками. Сейчас внедряется пятое поколение системы ВМС и пятое поколение системы по управлению транспортом. Важная информация еще и в том, что мы не останавливаемся, не почем на лаврах, как говорится, а продолжаем разрабатывать новые продукты, совершенствовать текущие. И это выражается в такой оценке, как мы тратим более 10% выручки компании на разработку новых продуктов и улучшение тех, которые уже есть. Важно отметить то, что системы по управлению склана, которые разрабатывает наша компания, более 12 лет являются лидерами рынка систем ВМС в нашей стране. И вот это подтверждение качества и востребенности наших программных продуктов, оно осуществлено не только нашими клиентами, которые сделали выбор в пользу нашей системы. Это подтверждение сделали и независимые центры, сертифицирующие программные продукты на соответствии с тем или иным стандартам. Так дважды мы уже прошли сертификацию немецкого института Фронхофер, который сертифицировал систему на соответствии с стандартом ВДА 3061. И мы сертифицированы также на наш отечественный российский ГОСТ, отраслевой ГОСТ, систему управления складом, функциональный требник. Это неформальность, это серьезная работа, это несколько дней взаимодействия с специалистами сертифицирующих органов. Это тысяча вопросов, причем на которые нужно отвечать не словами, а демонстрируя функциональную систему, показывая, как она работает, показывая, какие есть возможности, доказывают то, что стандартная функциональность системы является востребованной. Ну и, собственно говоря, вот эта востребованность функционала, она в цифрах выглядит еще и очень интересным образом. Следующий. Мы автоматизировали более 30 тысяч рабочих мест. А вот с точки зрения конкретных людей, это означает, что по самой скромной оценке, с программными продуктами нашей компании работало более 100 тысяч человек. На разных должностях это факт. Это могли быть там кладовщики, которые работали с терминовым сбором данных, на котором установлены там наш мобильный клиент, или это могли быть сотрудники офиса, которые работали с отстанавливанием рабочего места, изучая там аналитику или формируя задания. Тем не менее, более 100 тысяч человек имеют опыт работы с нашими программными продуктами. Это не могло остаться незамеченным. И в настоящий момент времени наши программные продукты без каких-либо специальных усилий с нашей стороны выбраны целым рядом учебных заведений для участия в своем учебном процессе. Более 10 учебных заведений в настоящий момент применяют нашу систему управления складом и нашу систему управления грузоперевозками и транспортом в образовательном процессе. Более того, как вы все знаете, вы из лотерства, из индустрии, в стране на регулярной основе проводится конкурс между студентами средних учебных заведений WorldSkillsRush. И вот в рамках компетенции управления складированием тестируется в том числе и умение работать с специализированным программным продуктом. И вот в качестве этого программного продукта выбрано именно наше решение, наша система управления складом от Аксилот. И именно на знание и опыт участников конкурса создан целый ряд заданий и вариантов, где проверяется, как ребята понимают настройки системы, как они понимают подходы к работе с документами, проверяется знание отчетных форм и умение рассказать о том, каким образом регистрируется та или иная операция и что эти цифры означают в итоге, когда вы анализируете отчетные формы. Отдельно стоит обратить внимание на то, что у нас есть прям очень крутой проект, совместный проект вместе с финансовым университетом. Это проект, который имеет название Аксилот Лаб. Это специальным образом оборудованная аудитория в территории университета, где в классе создано не только условия для рабочих на стационарных местах, но и развернуто специализированное оборудование, которое применяется в ежедневной работе обычного складского комплекса. Это терминалы сбора данных, это этикеточные принтеры, это специальный стеллаж, на котором стоят уменьшенные копии палет, ящиков, что позволяет не просто изучить функциональные возможности с монитора или с видеопроектора, с презентации, это позволяет студентам в рамках образовательного процесса попробовать поделать те действия и операции, которые происходят на реальном объекте. То есть не голословно узнать, что склад состоит из доков, стеллажей, там ездят палеты, погрузчики у людей из терминала, а пощупать это все в своих руках. Для того, чтобы вот это ознакомление, этот опыт не потерялся, был действительно применим, мы вместе с финансовым университетом разработали программу по подготовке и стажировке преподавателей, которых свозили на ряд наших проектов, и образовательный процесс выстраивается, как раз, от практических каких-то вещей, от того, что происходит на реальных объектах. Самым главным финалом, наверное, вот такого образовательного процесса в рамках всего Аклаб является наше дальнейшее сотрудничество с теми студентами, которые там проявили интересы, у которых получается что-то делать с теми программных продуктов, которые они изучали. Мы приглашаем их на преддипломную практику, приглашаем их на стажировку, а для тех, у кого действительно получается, предлагаем рабочие места и позволяем эти знания, которые получили они в рамках образовательного процесса, применять уже свои трудовые деятельности. Это точка как бы ноль, и вот дальше немножко хотелось бы поговорить про проблематику, которая вот сейчас существует в целом, потому что вот то, до чего мы, собственно, дотронулись по взаимодействию с учебными заведениями, это, наверное, капля в море, если посмотреть целиком на нашу страну. И для того, чтобы вот как-то проблематику это характеризовать, я там оттолкнулся от некоторых независимых источников. Первым, из которых будет это ежегодное исследование Ассоциации Руссофт, которое проводит исследования нашей софтверной отрасли. И, собственно, в той части, которая посвящена качеству образования и качеству молодых специалистов, выпущенных из различных учебных заведений, Руссофт как бы сообщает нам следующее, что в целом базовая подготовка для применения специалистов в эти отрасли неплохая, но, к сожалению, вот эта базовая подготовка базируется в первую очередь на фундаментальных науках. Это математика, это физика и это основа программирования. То, что, в принципе, в моменте времени быстро не меняется, и студентам преподается в качестве основы уже достаточно давно. А вот индустриальное применение этих знаний, то есть как можно применить теоретические алгоритмы, сортировки и так далее в какой-то отрасли, это студентам не дается. Плюс, как бы, если разделить выпускников образовательных заведений на две большие группы, IT-специалисты или не IT-специалисты, то IT-специалистам, как раз, не хватает предметики, но еще более худшая ситуация состоит с тем, что выпускники экономических направленностей, менеджмент, в части IT имеют там знания, связанные исключительно с потребительским каким-то опытом. А современный мир, он же про что? Про то, что ни одна специальность, ни одна профессия не может выполнить ежедневные операции, не обращаясь к тому или иному типу программного обеспечения. Все это вместе по выводам Руссофта приводит к тому, что только 5, ну максимум 10 выпускников приходящих в реальные компании готовы сразу формировать какую-то отдачу. С остальными же приходится там несколько месяцев тратить на погружение в специфику, обучение правилам работы с системами, какой-то дополнительной стажировки, что, в общем-то, конечный бизнес не сильно работает. Плюс в продолжение вот этой темы Сурсофта, да, это отраслевое исследование, вся эта ситуация, она, собственно говоря, замечена там и рангом выше. Буквально вот 21 апреля этого года в Координационном центре правительства вице-премьер проводил совещание, итогом которого стало несколько там принципиальных тезисов, которые относятся к области подготовки специалистов. Первое и самое главное, о чем говорил Дмитрий Чернышенко, это то, что нельзя сделать так, чтобы выпускники после вузов остались невостребными. И здесь, в этой истории, есть там две составляющие. Первое – это рабочие места, да, здесь, безусловно, выпускникам нужно иметь возможность куда-то прийти. Но и есть вторая сторона – это компетенция, да, это знание, это опыт, который эти студенты должны получить еще, учаясь в вузе, для того, чтобы быть востребованными в тех компаниях, которые, в принципе, могут предоставить этим рабочие места. Плюс особое внимание было обращено на то, что во всем образовательном процессе особое внимание должно быть обращено на те отрасли, в которых происходит оперативное импортозамещение. И здесь, конечно же, вот IT-составляющая образования, то есть это и IT-специалисты в целом, и те профессии, которые в рынок IT не относятся, но знания в информационных технологиях очень важны, они выходят на передний план, потому что импортозамещение в IT-отрасли сейчас, ну, это, наверное, один из самых обсуждаемых вопросов, потому как уйти с нашего рынка оказалось проще всего именно европейским и американским поставщикам программного обеспечения и оборудования, связанного с автоматизацией. Про что надо думать, как видим это мы, на что нужно делать упор, что должно там с новыми красками заиграть в образовательном процессе. Мы считаем, что к обязательным компетенциям все студенты, все выпускники средних образовательных учреждений должны погрузиться, начать разбираться в следующих вопросах. Это порядок оформления складских и транспортных операций. Это правило документального оформления и отображения различных проблем и ситуаций, ошибок и жалоб. Это базовый подход к ведению складского учета и управления транспортным и грузоперевозками именно с применением информационных систем. Ребята должны разбираться о том, какие вообще возможности у информационных систем есть для того, чтобы автоматизировать ту или иную тот или ту или иную операцию, связанную с грузопереработкой. Ну и обязательной компетенцией является как минимум базовое представление, чем различаются информационные системы различных классов, чем отличаются системы управления производственным предприятием от системы управления складом или транспортом и так далее. На уровне магистратуры и блоковариата мы считаем, что студентам нужно рассказать о том, как возможно организовать процессы по приему учета, хранению движения запасов именно с возможностями информационных систем. студенты должны понимать, какие тренды вообще в развитии этих отраслей существуют. Причем как с точки зрения информационных продуктов, так и с точки зрения каких-то там новаций, например, роботизация, какие-то дополненные реальности, голосовые технологии. Студентам необходимо рассказывать о том, какие существуют современные технологии, которые обеспечивают перевозку груза. это и трекеры, которые позволяют отслеживать перемещающийся автотранспорт, и мобильные приложения, которые могут быть установлены на смартфоны водителей. Это и системы автоматической идентификации, там, как и что может идентифицировать терминал сбора данных, каким образом эти идентификационные знаки можно разрабатывать, как нанести. Студенты должны в этом разбираться. Также очень здорово, если выпускники вузов, приходящие на работу в конкретную компанию, уже знают, что такое бизнес-анализ и знают, какие инструменты для этого нужно применять. Ну и в целом, особенно для специалистов там экономических специальностей, очень здорово, если ребята понимают, каким образом рассчитываются окупаемости эти решения. Ну и собственно, вот все то, о чем я говорил, это то, что отрасли, да, и смежные с нами отрасли обсуждают достаточно давно. В каких-то вопросах там есть прорывы, да, вот видите, как у нас там десяток вузов пришел, их там используют наше программное обеспечение, мы им помогаем консультациями, да, есть вот инициатива про Аксилотлаб, где-то программы организуют наши коллеги, где-то вузы там пытаются там усилить IT свои кафедры, но это был там вял текущий процесс без какого-то без каких-то сроков и без каких-то конкретных результатов, которые там все вместе мы ждем. Сейчас ситуация изменилась, вице-премьер постановил, что Миноборнауки до 15 мая должны определить потребность раскистей вузов в программном обеспечении и оборудовании, причем в программном обеспечении в первую очередь, которое необходимо принять в рамках образовательного процесса. 15 мая это близко, а уже с 1 июня Минцифры совместно с Миноборнауки должны разработать обеспечивающий набор мер для полного интерзамещения всего программного аппаратного комплекса вузов. Причем надо понимать, что вот это импортозамещение относится к тому программному продукту, к которому будут учиться студенты, которые сейчас приходят, которые сейчас находятся там на втором, третьем, четвертом курсе. И руководители страны, обозначив данные сроки, собственно говоря, сказали, что рассчитывают как на профильные ведомства, так и на поставщиков, на игроков фоторские, рассчитывают и на поддержку, про которую сейчас я там дальше там расскажу, да, и рассчитывают на те льготные тарифы, которые будут возможно применять в случае поставки программных продуктов в сферу образования. Ну и собственно, переходим к основной части выступления, это то, что именно предлагает Аксилот для учебных заведений. В первую очередь я там еще раз расскажу, да, то есть мы являемся разработчиком целого спектра программных продуктов для обеспечения автоматизации логистики предприятий. Все они базируются на одной логистической платформе Аксилот X, что позволяет в общем-то закрыть все потребности по автоматизации компаний и обеспечивает там грязь энергетических эффектов, как из-за того, что мы автоматизируем целиком всю логистику, так и из-за того, что программные продукты обладают общим набором базовых элементов, что упрощает погружение во второй и последующий программный продукт. В рамках нашего предложения мы говорим о двух решениях, это решение по управлению складом и решение по управлению транспортом и грузоперевозкой. Не вдаваясь функциональность, про это можно разговаривать много и долго, я лишь там отмечу, что система по управлению складом это решение, которое позволяет автоматизировать управление складскими комплексами в режиме реального времени. Целый ряд преимуществ, ключевые из которых это сокращение затрат, это устранение штрафных саций, оптимизация использования складских площадей, ну и там базовая систематизация вообще работы на складе, систематизация представления данных о том, что происходит, систематизация представления информации об остатках, о выработках, все это делает применение системы по управлению складом очень востребованной штукой в настоящее момент времени. И система по управлению транспортом и грузоперевозками, наш программный продукт принципиально отличается от множества представленных на рынке своей комплексностью и при помощи нашего программного продукта можно автоматизировать деятельность связанная с перевозками как компаний, предоставляющих услугу, так и осуществляющих перевозку внутри своей организации своим собственным подразделением. Достигаются очень значимые эффекты, это уменьшение пробега, это системное сведение взаиморасчетов с клиентами, это возможность применения автоматических алгоритмов планирования, как распределение заявок между маршрутов, так и автоматическое плане самих маршрутов. Все эти возможности дает именно применение решений по управлению транспортными грузоперевозками от «ХСИЛОТ». В чем первый, наверное, очень важный в настоящий момент времени, первая и важная составляющая нашего предложения, это то, что все программные продукты нашей компании входят в реестр российского программного обеспечения. это означает, что программные продукты разработаны на независимом стеке и являются первоочередными претендентами как раз в эту большую историю, которая называется импортозамещение. Благодаря чему наши программные продукты разработаны либо на платформе 1С-предприятий, либо на платформе Netcore. Системы возможно разворачивать в операционной системе, основанной на технологиях и в качестве СОБД каждая система может использовать независимую базу данных Postgre Square. Для мобильных устройств мы используем мобильную операционную систему Android, но с важным отличием наш мобильный клиент встает на нее, минуя официальный магазин Google Play, что позволяет чувствовать себя независимым от каких-то решений, которые управляются эмоцией. К самому предложению. Мы разработали специальный комплект для учебных заведений, и первоочередная его специальность заключается в том, что на поставке для образовательных учреждений действует скидка, которая составляет от 70 до 94% от розничной цены на наш программный продукт. Дополнительно, собственно говоря, с тем, что мы отдаем нашим клиентам, мы предоставляем ученым заведениям целый набор полезных материалов. Первый из них это текстовое описание. Это в первую очередь польская документация, где огромным документом почти по тысяче страниц описываются все функциональные возможности нашего программного продукта. К этим польской документации мы даем сценарий применения наших программных продуктов на конкретных предприятиях. То описывается конкретный кейс, и что нужно сделать в системе, для того, чтобы система позволяла автоматизировать тот или иной участок. И самое важное, вместе с программным продуктом мы поставляем примеры заданий по настройке системы. И вот в этих примерах заданий по настройке системы отражены как раз те задачи, которые ставят перед студентами вот тот конкурс «Лоскетс Раша», как настроить топологию, как настроить определенного рода палеты, как провести документы приемка или отгрузка, все это включено в это задание. И эти задания можно прям сразу без дополнительной переработки начать применять в ходе образовательного процесса. Собственно, мы не ограничиваемся текстом описания этих заданий и вместе с ПО поставляем видеоурок, который состоит из нескольких частей. Первая часть это рассказ наших специалистов о том, как складская транспортная логистика именно в проекции на информационную систему. Это демонстрация действий, при помощи которой можно решать типовые задачи из того текстового примера. Один из текстовых примеров разобран прямо в этом видеоуроке и специалисты показывают не только что и как нужно сделать, но и подробно разбирают результаты операции. Мы прекрасно понимаем, что жизнь, она не по тем примерам, которые когда давно придуманы в офисе или применялись на прошлых каких-то мероприятиях и конкурсах. Задания модифицируются, уточняются, поэтому в рамках этих видеоуроков мы объясняем, что же происходит на самом деле в системе для того, чтобы у студентов была возможность применить это задание с немножко другими заданиями или какими-то примерами. Вместе с текстом примера видеоуроков мы отдаем учебным заведениям преднастроенный макет систем. Это конфигурация, на которой собственно настраивался пример, который показывается в видео, и собственно база данных, где содержатся уже необходимые настройки, и в общем развернув эту систему на мощностях вашего образовательного предприятия, вы сможете сразу начать повторять все то, что увидели на видеоуроках. И соответственно ключевой инициативой по нашему предложению по взаимодействию с учебными заведениями является инициатива по независимому подтверждению знаний тех студентов, тех выпускников, которые в том или ином виде прошли образовательные курсы. Мы организуем для всех желающих возможность пройти аттестацию, и что самое главное, эту аттестацию заканчиваем выдачей соответствующих сертификатов, которые подтверждают уровень зданий того или нового искателя. Ну, это вообще там здорово, кто видел резюме вчерашних выпускников прекрасно знает, что мало что есть у ребят возможности упомянуть, так вот, такой сертификат это реально, мы считаем, хорошим конкурентным преимуществом, когда молодой специалист выходит на рынок труда, потому как программный продукт, как мы уже про это говорили, наши компании используют тысячи организаций, и знания, и опыт работы с автоматоксилот, это очень релевантная компетенция, которая рынком постремляет. подытоживая вообще наше предложение, я еще раз обращу внимание коллег на преимущество именно программных продуктов от наших компаний, преимущество применения их в образовательном процессе. первое и самое главное, мы занимаем лидирующую позицию на рынке, и лидирующая позиция в определенной отрасли это про то, что знания именно наших программных продуктов это максимально востребованная компетенция именно в этой области. 24 на года на рынке это в том числе и про то, что в наших программных продуктах реализованы лучшие практики, практики, которые по-настоящему востребованы рынками и конечными заказчиками. 24 года это в том числе протестовую экспертизу, опыт применения, знания, полученные по нашим программным продуктам, они применимы не только в вертикальной истории в Айси, но они применимы и для медицины, и для продуктов, и для производственных предприятий. Все это связано с тем, что мы сами накопили большую отраслевую экспертизу, и это обязательно нашло отражение в тех программных продуктах, которые мы представляем рынку. Мы не осуществив поставку программного обеспечения в образовательную организацию, в основном диффе пакетом материалов, на этом мы с вами месяц не заканчиваем. Мы обеспечиваем преподавателей, людей, которые будут заняться своими вопросами, ежедневной поддержкой, сопровождением. И имея оптимизированную для как раз проектов по автоматизации логистики методологию, мы в принципе готовы помогать и комментировать ту или иную проблематику самым лучшим способом. Сначала преподаватели, а потом студенты получат информацию, которая действительно применима прямо завтра. Ну и отдельно большим каким-то блоком конечно стоит упомянуть то, что наше взаимодействие не ограничивается только перечисленным 10 образовательными учреждениями и финансовым университетом. В те или иные годы, где-то прямо сейчас, где-то какой-то период назад, мы взаимодействовали со следующими институтами, университетами, такими как государственный институт управления. В рамках программ переподготовки специалистов уже там состоявшихся, мы читаем там курсы по системе упопления складов и логистике складирования в целом. В ряде институтов мы проводили мероприятия, посвященные профориентации студентов и, собственно говоря, сразу после этих мероприятий видели большой стажерский вход, назовем его так, когда там ребята заинтересовались тем, чем мы занимаемся, заинтересовались проблематикой автоматизации и мы набирали прям стажерские группы, часть из которых ребят работают в компании до сих пор и являются успешными специалистами. стажерские не ограничиваемся вот вопросов там свет в конце туннеля, вопросов передачи знаний только там собственным опытом. компания активно изучает тот опыт, который существует как в нашей стране, так и в международном рынке. Самые лучшие издания мы выкупаем права, адаптируем на российскую действительность, переводим и выпускаем в рамках проекта библиотека Аксилот. Сейчас мы выпустили уже 9 книг. Все книги пережили уже несколько циклов переизданий, являются востребованными, собственно говоря, доступными для того, чтобы повышать качество знаний как в IT в логистике, так и в логистике, собственно говоря, в различных отраслях в целом. Ну и еще одним неоспоримым преимуществом нашей компании для учреждений, которые используют наши программы в образовательном процессе является активная работа по подготовке целого ряда видеоконтента. Здесь речь идет как об образовательных каких-то материалах, так и о различных фильмах, где простым и понятным языком рассказывается о том, каких результатов достигают компании, которые используют тот или иной наш программный продукт. Все это доступно на нашем канале прямо сейчас на Ютубе, я надеюсь скоро на Рутубе, и все это дает возможность студентам получать информацию о том, как можно применять решение от Эксиот не только в рамках немножко нудного образовательного процесса, но и в привычном для молодежи виде, потребляя контент на самых популярных платформах. Я не уложился в 20 минут, как хотел, но тем не менее не ушел далеко. Наверное, на этом это все, что я хотел вам сегодня рассказать о том предложении, которое, мне кажется, сейчас там очень своевременно, очень своевременно, в первую очередь, для той ситуации, в которой мы находимся уже почти два месяца всей страной. Готов ответить на вопросы. Спасибо за субтитры!